МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые свежие новости из жизни главной футбольной команды Республики в эфире ВКОФА ТВ. Всем привет и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 10-м туре чемпионата России наша команда на выезде встречалась с Анжи. Обеим командам в этой игре нужна была победа. В первой половине игры ближе к тому, чтобы забить, были хозяева. Леонардо по флангу совершил рывок, выдал пас на Умейду, но легионер Махачкалинцев не сумел попасть в створ. Второй хороший момент хозяева упустили ближе к середине первого тайма. Леонардо подал штрафную угрожан точно на Ещенко. Он дальше отдал передачу на Бали. Однако удар легионера Анжи прошел мимо ворот. В конце первой половины великолепная игра. Нашего вратаря не позволила махачкалинцам отличиться. Все тот же Леонардо хлестким ударом пробило за пределы штрафной. Сергей Нарубин в прыжке ликвидировал угрозу, а потом еще сумел исправиться с добиванием Бали. В начале второго тайма очередной шанс не использовал Бали. Он опередил вышедшего на верховую подачу Нарубина, но мяч после удара Яника головой не попал в створ ворот. А на 70-й минуте у финца открыли счет. С правого фланга последовала подача от Ивана Пауревича. И Андрей Ещенко в борьбе с Вагизом Галиулиным срезал мяч в собственные ворота. 1-0. После пропущенного гола махачкалинцы бросились отыгрываться. Бали отдал точный пас на Маткарчана, но полузащитник Анжи из выгодной позиции пробил выше ворот. Но как ни старались горожане, хозяевам все же удалось уйти от поражения. За 6 минут до окончания основного времени команду спас Алмейда. Он воспользовался ошибкой обороны нашей команды. Португалец выскочил 1-1 с Нарубином и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот. 1-1. А на день раньше сыграли молодежные составы Анжи и Уфы. В этой встрече наша команда усилили три игрока основы. Бразилиц Марсиню, Ганец Фримпонг и немец Паури. Интернациональная связка горожан оказывала серьезное давление на ворот Анжи. Великолепный момент, чтобы открыть счет, упустил Пурье. Немец принял мяч в штрафную хозяев, обвел махачкалинского голкипера, но не сумел попасть по пустым воротам. Хозяева к своим моментам относились бережнее. За несколько минут до конца первого тайма Джамал Улединов совершил сольный проход к воротам Уфы и, не встретив сопротивления, точно пробил 1-0. Лидерство в один мяч позволило Анжи играть по счету во второй половине. Закрывая свободные зоны, дагестанская команда регулярно и результативно контратаковала. В одном из таких моментов Абдулалов отважился на дальний удар и застал враспух голкипера нашей команды Глеба Ефимова, который слишком далеко вышел из ворот 2-0. В конце поединка тренерский штаб Уфинцев попытался переломить ход игры с заменами, но на характере матча это не повлияло. Более того, Эльмурзаев забил третий гол. Защитник хозяев первым касанием подработал себе мяч, а вторым отправил его в сетку ворот 3-0. Крупное поражение Уфы молодежной. Лучше провела встречу наша женская команда. Уфа в драматичном поединке сыграла в ничью с ишеским «Торпедо». Соперники хорошо знают друг друга. В этом сезоне Уфа и «Торпедо» встречались до отчетной встречи дважды. Первый состоялся в рамках 1-16 финала Кубка России. Тогда наши девушки уступили со счетом 3-0. А вот вторая встреча в рамках первенства страны осталась за Уфой 1-0. Первый тайм проходил на встречных курсах. Команда не задерживалась в центре поля, стараясь сразу довести мяч к штрафной соперника. Основная угроза воротам гостей исходила от ударов из-за предела штрафной, в чем наши футболистки были заметно сильнее. Во втором тайме «Торпедо» сумела перехватить инициативу и даже забить. Практически единственная ошибка привела к взятию ворот горожанок. Гости доставили мяч к штрафной, игрок «Торпедо» нанес точный удар в ближний угол 0-1. Этот гол не сломил настрою Уфы. За 15 минут до конца основного времени хозяйки отыгрались. Дарья Третьякова в штрафной соперника получила мяч после заброса с фланга и со второй попытки перекинула в вратаря 1-1. В итоге встреча закончилась ничью. Таким образом, для того, чтобы обеспечить себе первое место в зоне центра первого дивизиона, Уфе достаточно в следующем туре не проиграть на своем поле футболисткам из Екатеринбурга. Получалось все, пас был низом, верховые передачи проходили, была борьба, завершение получалось, но выходы один в один у нас не получается реализовывать. А так команда боролась. Как оцениваете свою игру? Удовлетворительно, сделали все, что могли. Ну, я сделала все, что могла. В Уфе на стадионе «Нефтяник» завершился заключительный тур «Перенства России» среди детей 2001 года рождения. Нашу школу в этом турнире представляли подопечные Александра Скорбогатова. Задача на заключительный тур команды была одержать победы во всех трех матчах. Это позволяло уфинцам закончить «Перенство России» на шестом месте. Сначала Уфа-2001 встречалась с Новотроицкой Ностой. В первом тайме была упорная борьба, и соперники пару раз огорчили вратарей. А во втором уфинцы захватили инициативу, и за 45 минут организовали еще два гола и уверенно довели встречу до победы 3-1. Тяжело, конечно, нам далась сегодняшняя игра. Ребята давно не играли на таких соревнованиях, потому что был большой перерыв. И тем более мы играем дома, ответственность большая, родители смотрят. И они сбились на такой футбол, который они вообще не играли. Я вот впервые увидел, что они просто начали отмечать, избавляться. И вот пришлось немножко перестраивать игру во втором тайме. Смогли что-то перестроить и забили два очень нужных мяча во втором тайме. И все-таки закончили мы с нашей победой. Есть такое самоуспокоение, когда вот они забивают, и вроде бы они чувствуют, что вот уже 1-0, и мы преимущество какое-то получаем. Но это пока еще психология детская, и, естественно, еще перестроить очень сложно. И вот они сейчас, пока только идет перестройка команды, ну тяжело, конечно, идет. Но вот уже мы год уже смотрим на них. Вроде бы они уже начинают играть. Начинают играть. Но сегодня игры не было показано. Было только показано результат. А что сказали в перерыве команде, что она во втором тайме сумела два мяча еще забить? Ну, первое, что я сказал, то, что ребята должны были опустить мяч и взять мяч под контроль. И уже владеть мячом. Потому что мы концовку первого тайма провели без мяча. И это для нас было очень плохо. И я думаю, что когда вот команда берет под контроль мяч, и она владеет инициативой, и уже можно было будет строить атаки и завершать их. Вот когда они начали строить атаки, уже завершали. Вот в этом плане уже мы где-то переломили ход игры. Играю дома, конечно, мы всегда настраиваемся, чтобы максимальный результат. И я хочу, чтобы ребята научились выполнять то, что я просил. Вот я в начале игры их просил, но они не выполнили с начала игры, что вот нужно было мяч подержать, получать мяч, разворачивать игру. И они просто сбились просто на навал определенный. И вот это как раз мы немножко будем перестраивать. Также уверенно наши перспективные футболисты провели второй поединок с командой Челябинск. Подопечные Скоробогатого сумели дважды отличиться. При этом уфинцы свои ворота оставили в неприкосновенности 2-0. А вот третий матч не сложился для Уфы. С Дюшор-3 все из того же Челябинска сделала в этой игре ставку на оборону и не прогадала. В середине первого тайма практически единственная атака привела к голу. Наша команда всю встречу давила на оборону гостей, но она не прогибалась. Подопечным Скоробогатого в каких-то моментах не хватало завершающего паса, а где-то хладнокровие. В итоге игрожане уступили с минимальным счетом. Уфа-2001 завершила перенство России на седьмом месте. Что сегодня не получилось у команды? Не получилось играть в нападении, не получилось держать мяч под контролем. Паниковали и теряли мячи. Как прокомментируешь забитый вам гол, как это произошло? Ну, нас разрезали в защите в центре. И вратарь вышел, и мимо прокинули, был бы он. Было бы играть хорошо, тем более на таком стадионе. Было бы лучше, если бы выиграли, поднялись бы выше в таблице, но не получилось. Мы нервничали, не понимали друг друга как-то. Не доходил последний пас, и завершения не было. По сравнению с прошлым годом, как-то, что команда прибавляет? Да. В том году мы заняли 11 место, но это уже восьмерки. Это лучше. Физически готово лучше и технически. А вот точно чем запомнится наша команда, так это очень оригинальным вводом мяча из-за боковой одного из игроков. Нападающий Тимур Сиберхузин делает сальто, когда бросает. Ну, не для того, чтобы поразить зрителей. Ну, увидел в телевизоре, попробовал. Как чуть-чуть поучился и научился. А чем отличалась эта игра от предыдущих тех двух? Ну, кроме того, что проиграли сегодня. Ну, расслабились перед матчем. То, что сыграли с командой, выиграли, а они же проиграли этой команде. Ну, и думали, что они будут послабее. Как бы не собрались в начале матча. Ну, и это помешало, я думаю. Что не получилось в атаке сегодня команды, как ты считаешь? Не получилось несколько моментов просто реализовать. Просто как бы попасть по мячу и в мяч в воротах. Ну, и нападение сегодня, по-моему, подустало после предыдущих двух игр. Наша школа продолжает открывать двери для школьников младших классов. В этот раз ученики гимназии номер 86 поиграли в футбол на поле, где проводят свои матчи главная команда республики. Отметим, что нынешнее мероприятие стало самым массовым. На экскурсию по финской арене пришло порядка 500 детей, среди которых были как мальчики, так и девочки. Всех участников мероприятия ждал сюрприз – фотографирование и раздача автографов с защитником футбольного клуба УФА Александром Суховым. Это дети. Неважно, знают они меня или нет. Вот. Ну, может быть, я говорю, что кто-то из них кому-то понравится играть в футбол дальше, и кто-то продолжит на более профессиональном уровне все это делать. Сегодня, как вы только появились, на вас сразу налетели и дети, и взрослые. Почувствовали себя сегодня звездой? Да, почувствовал. Не привык, если честно, к такому вниманию. Вот. Было очень приятно. Не вспоминается детство, глядя на них, как это все начиналось у вас? Ну, вспоминается, конечно, детство, но это было уже так давно. Вот. Вспоминается, вспоминается, да. Спорт и учеба совместимы? Я думаю, что да. Конечно, это тяжело, если ты уже как бы на более серьезный уровень переходишь. Но, мне кажется, что совместимо. Потому что примеров таких очень много сейчас. Как отметил учитель физкультуры гимназии, дети очень радостно восприняли это приглашение. Дети восприняли это приглашение очень воодушевленно. И с огромным удовольствием, в общем-то, все, даже и мальчики, и девочки, приняли участие в этом прекрасном мероприятии. Я так понимаю, школа у вас спортивная, потому что все дети, все активно играют, веселятся. Ну, детям очень нравится играть и в футбол, и заниматься физической культурой. Они с удовольствием это всегда делают. А тем более попасть на этот новый стадион, на именно основное поле, поиграть, побегать, порезвиться. Тем более, это как бы нужно и для здоровья. Это только за. Дети с удовольствием это принимают. В следующий раз придете? Обязательно. Я так думаю, что мы хотим еще и пригласить еще и старшие звены сюда на День здоровья. Провести не только, допустим, кросс-нации, но и, может быть, для среднего звена пятых-шестых классов, может быть, если, конечно, пойдут нам тренера на встречу и провести мини-футбол среди пятых-шестых классов. По традиции торжественную часть дня завершил мини-футбольный турнир. Сразу четыре параллели классов сыграли между собой. Проигравших в нем не оказалось. Все классы получили памятные грамоты и кубки. А главное – заряд положительных эмоций. Сегодня мы собрали более 400 детей. То есть рядом стоящая школа 86-я. Ребята такие задорные, озорные, организованные. Масса положительных эмоций. Глядя на них, мы просто думаем, что вот ради этого и надо работать. Мы не думаем о том, насколько увеличится популярность. То есть главное не в этом. А тот формат уникальный, который мы создали. И надо сказать, что наш генеральный директор Газилов Шамин Камилович горячо поддержал вот эту идею. То есть главная его задача, чтобы приобщить детей к спорту. То есть через футбол привести к здоровому образу жизни. Как школы воспринимают эти мероприятия? Я ходил по школам при беседе с директорами. Когда открывал вот этот новый формат, у них глаза сразу как-то искрились. Потому что с таким предложением никто никогда не приходил. И я думаю, что вот этот наш опыт можно спокойно переносить на другие виды спорта. От этого выиграют все. Какие школы еще планируете задействовать? Дело в том, что, как говорится, вот эти мероприятия на открытом воздухе, назовем их так, зависят от погодных условий. Сейчас уже у нас ближе октябрь и так далее. Поэтому если у нас будут такие, как говорится, дни открытых дверей, то уже мы будем их в помещениях проводить. А будут ли такие мероприятия для более старших классов? Хороший вопрос, но, как говорится, степ-бай-степ мы изучим вопрос. И вполне возможно быть. На этом все. Это было телевидение футбольного клуба Уфа. Не забывайте, наша республика, наша команда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok